Я – счастливая мама. Фотовыставка, посвященная женщинам, воспитывающим особенных детей, открылась в Театре поэзии. Организатор мероприятия – Центр для детей с особенностями развития и инвалидов детства. На выставке побывала наш корреспондент Малика Курбанова. Ей слово. Сегодня стены выставочного зала украшают фотографии особенных матерей. Их каждый день борьба со сложным, порой и неизлечимым диагнозом детей. И там, где медицина бессильна, мамы творят чудеса, открывая ребенку окружающий мир и раскрывая в нем таланты. Познакомить вас с моим сыном. Его зовут Арсен. Ему 16 лет сейчас. И в этот мир особенных мам я пришла из-за него. Потому что, как говорят, у нас случилось несчастье. И оказалось, что ребенок у меня особенный. И я старалась думать, что сделать для него, как его развивать дальше, что ему подходит, как его адаптировать, социализировать. Мой ребенок рисует. И с трех лет я всячески его максимально развивала в этом направлении. Чтобы он нашел себя в творчестве. Его можно назвать состоявшимся художником. Потому что в его 16 лет у него уже было несколько персональных выставок. И мы готовим в сентябре еще одну. Фотовыставка проходит в рамках третьего межрегионального арт-фестиваля «Горизонты будущего». В планах у организаторов создать арт-студию для особенных детей по созданию мультфильмов, обучению живописи и хореографии. Сегодня в центре занимаются и по терапии, и творчеством более 60 ребят. Грантовую поддержку проекту оказывает Министерство труда и соцразвития региона. У нас есть разные диагнозы. У нас есть дети с ДЦП, слабовидящие, слабослышащие, с аутизмом, с одежкой психоречивого развития, с синдромом Дауна. То есть мы не выделяем какой-то отдельный диагноз. Мы берем всех детей с особенностями развития, потому что каждый ребенок индивидуален и у каждого свой талант. Зачастую родители в погоне за реабилитацией не замечают этот талант. А наша задача – выявить талант для детей, помочь им развиваться и расти. Самая большая награда за труд и терпение для таких матерей – это успехи их детей, для многих из которых общение с людьми – уже большой шаг вперед.